Так, ну хорошо, мы... Всем добрый вечер. Еще раз, нас сегодня совсем немного. Мы продолжим. Там, где мы остановились, да, Маймонит говорит нам о разных видах аллегорий. Почему он заговорил об аллегориях? Это понятно, да, то есть поскольку он говорит, что ключом к решению проблемы растерянности будет объяснение многозначных слов и многозначных нарративов, а аллегория – это не что иное, как многозначный нарратив. Поэтому он заговорил об аллегориях. Помимо этого, он упомянул, напомню, что мудрецы Толмода говорили аллегориями и загадками. Аллегориями и загадками, в принципе, говорят мудрецы и по разным причинам. Они так говорят, потому что они оберегают себя или потому что они оберегают того, кому они говорят от ошибок, ошибочных представлений. Или же они так говорят просто, потому что тип информации такой, что его так просто не расскажешь. Но так или иначе, этими аллегориями разным типом переполнено писание и талмодическая литература. И мы прочитали два типа аллегории. Одна из них – это когда внешняя, то есть означаемая аллегория является неважным, а важным является… То есть, наоборот, означающая является неважным, а важным является означаемая. То есть то, что аллегория означает, это сама верхняя, так сказать, поверхность аллегории. В русском языке, к сожалению, нет вот этого «машаль-немшаль». Говорите, очень удобно «машаль-немшаль», в русском нет. И вот такого рода аллегории он уподобляет тому, как, предположим, дома потерялась монетка или жемчужина, и вот фитиль, который ничего не значит, и он, в общем-то, дешевый. Зажигают и находят эту самую жемчугу. Так и притча сама по себе ничто, но благодаря притче становятся слова Торы яснее зримыми. Ну, я не помню, мы говорили об этом или нет, можно привести очень простой пример, да, то есть, например, какой-нибудь такая мартышка и очки – это пример вот такого типа аллегория. Понятно, что мартышка – это не мартышка, и очки – это не обязательно очки, мы все понимаем прекрасно, о чем речь, в басне «Мартышка и очки», и поэтому внешний смысл с мартышкой и очками – он ничего не значит. А второй тип аллегории, о котором он говорил, это золотые яблоки с серебряными украшениями, да, это, собственно говоря, цитата из книги Мишлей, и имеется в виду, как он объясняет, это такое золотое яблочко, которое в серебряной сеточке, если издали смотреть на это яблоко, то оно кажется серебряным, а если присмотришь, то кажется, что за ним скрывается золото. То есть, значимым является, да, или несет смысл определенный и внешняя сторона аллегории, и то, что аллегория означает. Это два типа аллегории. И сейчас мы это прочитали в прошлый раз, да, и сейчас мы перейдем к другой типологизации, да, то есть он нам с одной стороны показывает типологию взаимоотношения внешнего и внутреннего, а теперь сейчас перейдет к другой типологизации. Это вот здесь. И знай, и знай, что пророческие аллегории. Бывают двух типов. Мы уже видели, что двух типов. Это была другая типологизация. Это были два типа взаимоотношения между внешней, внешней, так сказать, выражающей частью аллегории и внутренней, то есть то, что она означает. А теперь он говорит о другой типологизации. В некоторых аллегориях каждое слово фиксирует некое понятие, а в других только вся аллегория в целом выражает аллегоризируемое понятие. Что это значит? Это значит, что либо у меня текст таков, что я каждое слово действительно должен понять как указывающее на нечто иное. И может быть и по-другому. То есть другой тип – это тогда, когда я рассказываю некий рассказ, и весь этот рассказ что-то значит. То есть мы это обычно называем притчей. То есть не они. Каждая деталь этого рассказа является переносимой на другой уровень. А все вместе. Все вместе указывает на что-то. И он сейчас приведет к примеру. В этой аллегории может быть очень много слов. Это второго типа, да? Когда она вся указывает на что-то. Не всякое из которых добавляет что-либо аллегорически изображаемому понятию. Но, быть может, служит либо украшением аллегории, либо упорядочением ее речений, либо целью еще большего сокрытия подразумеваемого, для чего речение ее последовательно приводится в соответствии со всем тем, что вытекает из внешнего смысла этой аллегории. То есть эта внешняя часть, у нее есть свои законы, она может по своей логике развиваться. И это не означает, что логика развития этого самого внешнего смысла, внешней части, смысл плохо. Хотя Миша так и пишет, внешнего смысла. Но лучше, наверное, не говорить о смысле. Потому что смысл аллегории – это как раз то, что она означает. То есть это ее внутренний смысл. Но вот эта внешняя поверхность аллегории, она может быть подчинена каким-то совершенно другим целям. Украшение, порядок определенный, а может быть даже сокрытие того, о чем идет речь. Но не каждая деталь указывает на внутренний смысл.